Добрый день, друзья! Это канал Диктатура Закона. Мы здесь говорим о праве и о состоянии закона, как есть. С начала этого года некоторые казахстанцы подвергаются новым атакам коллекторов. И как бы сейчас это уже не новость, а вот как они это делают и что придумали на этот раз, важно знать каждому. Тем более сейчас прозвучат факты, которые могут указать на признаки уголовного правонарушения. Итак, смотрим. Перед вами письмо коллекторского агентства, которое нам прислали наши подписчики. Исходя из его содержания, письмо готовилось для работодателя школы лицея номер 46 в городе Шимкент. В нем сообщается, что заемщик имеет просроченный кредит ВАО Банк Хом Кредит. И это, друзья, даже не главное. Мы обратили внимание на следующий текст этого письма. На совещании по итогам деятельности Национального банка президент Республики Казахстан Тухаев заявил, не платить кредит это дело уголовной ответственности для каждого гражданина. По этому вопросу позиция должна быть четкая. Заемщик обязан платить долги по кредитам, имуществом или деньгами. Мы внимательно следим за тем, что говорит глава государства. И знаете, мы не могли вспомнить, о каком конкретно совещании идет речь. И действительно ли Тухаев Хасымжумарт Кемелевич официально заявил, что не платить кредит это уже дело уголовной ответственности. Мы, конечно, за свою жизнь много чего громкого слышали, но сразу определить ложь это или нет мы не смогли. Тем более, если информация подтвердится, то такие высказывания подпадут под признаки уголовного правонарушения, которое предусмотрено статьей 206 Уголовного кодекса Республики Казахстан, как модификацию информации, а может даже под статью 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан, как распространение заведомо ложной информации. Мы со своей стороны направили официальный запрос в администрацию президента, где мы попросили подтвердить или опровергнуть информацию, которую распространяет коллекторское агентство от имени главы государства. Возможно, люди испугались. Вдруг завтра действительно у нас начнут садить в тюрьму за просрочки по кредиту. Через несколько дней нам ответили. Переку Али, пресс-секретарь президента, сообщил, что цитата, приведенная в нашем запросе, не принадлежит президенту Тухаеву. Соответственно, друзья, это письмо фейк. Неоплата кредита от дела уголовной ответственности Тухаев, оказывается, не говорил. И вообще, к словам Тухаева сегодня везде почему-то относятся по-разному. Например, в последний раз в суде города Алматы вообще не любят слова президента. Стоило их только произнести, и судья сразу среагировал и сделал замечание. С исками обращался Каскомерцбанк, и им было отказано. Но когда с исками начали обращаться Народный банк, их почему-то требования стали удовлетворять. А как говорил глава государства на последнем совещании, нельзя допускать фаворитизма. Давайте допустим спору, пожалуйста. Это очень подозрительно. Может быть, потому что на другой стороне тоже был банк. Таким образом, сегодня мы имеем два случая, когда одним можно придумывать слова президента, а другие запрещают их произносить. Интересная история. А теперь, друзья, итог. Если это письмо было зарегистрировано в школы, то в нем я различаю следующие нарушения. Итак, первое. Данное письмо не может считаться досудебной претензией. Оно рассказывает третьим лицам, работникам канцелярии, персоналу школы, то есть неограниченному числу людей о наличии банковского кредитного договора в АО «Банк Хомкредит». А это может уже быть нарушением банковской тайны, то есть статья 50-я закона Республики Казахстан о банках и банковской деятельности. Второе. Коллектор просит провести разъяснительную работу, что является дискриминацией труда. Нарушение статьи 6 Трудового кодекса Республики Казахстан. Ваши гражданские отношения с банком никак ни на кого не влияют. Третье. Коллекторское агентство «Авангард Финанс» просит предоставить ответ согласно требованию статьи 8 Закона Республики Казахстан о порядке рассмотрения и обращения физических и юридических лиц. Видимо, коллектор еще не знает, что этот закон исключен и утратил свою силу еще в 2021 году, а исходящие письма датируются 3 февраля 2022 года. Ну и последнее, как вы уже поняли, здесь в этом письме распространяются недостоверные и несоответствующие действительности высказывания главы государства Тухаева. Поэтому, резюмируя данное видео, хочу сказать и работникам, и работодателям, не ведитесь на уловки таких коллекторов. Они незаконны. И по всей видимости, с ними работает Хоумбанк. Надеемся, вот хотя бы в самом Хоумбанке, хотя бы что-то делается по закону. Всем огромной удачи! Спасибо за просмотр! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова